Всем привет, меня зовут Кузель, я являюсь студенткой медицинского вуза, учусь по специальности медицинской кибернетики и в этом видео я вам расскажу два главных секрета конспектирования. Итак, я буду писать все на планшете, вам вот здесь должно быть видно. Самое первое, это интеллект-карты. Я думаю, вы уже слышали об этом, если нет, то я вкратце расскажу. Интеллект-карты, это когда мы ставим какую-то основную тему, мы пишем вот главная тема, потом делаем какие-то там подтемы, то есть мы берем какую-то основную идею и дальше от нее у нас идут какие-то ветвления, допустим, вот подтема 1, подтема 2, дальше у нас могут быть еще какие-то ветвления, мы здесь что-то пишем. И таким образом у нас создается целая карта, где все взаимосвязано, все идет по порядку. Итак, сейчас я вам покажу реальные примеры, как я, например, делала конспекты на лекциях. Смотрите, допустим, классификация нейронов. Далее я их делю там по каким критериям мы делаем эту классификацию, по отросткам. И дальше у нас идут вот стрелочки биполярные, униполярные, пседоуниполярные и так далее. Также, допустим, нейроглия. Какие у нас бывают виды? Вот смотрите, самое первое это нейроглия, главное. Она бывает макро- и микроглия, а потом мы еще разделяем макро-оглия, какая она бывает. И под каждым мы пишем внизу примерно какую-то там характеристику. В этом и заключается суть интеллект-кар. Второй самый главный секрет это картинки. Ребят, мы мыслим картинками. Нам гораздо легче воспринимать информацию, если это будет какое-то изображение, какой-то рисунок или же видео, нежели чем читать просто какой-то сухой текст. Поэтому что мы делаем? Мы рисуем. Рисуем. И не обязательно, это должно быть всегда там супер-пупер красиво. Это может быть просто, знаете, нелепо, смешно. И чем, знаете, оно будет смешнее даже, тем лучше вы запомните. Вот, смотрите. Опять-таки показываю на примере. Это уже, естественно, не на лекциях. Это я готовилась сама дома. Это тема «Кровеносная система». Я просто набрала видео на ютубе и рисовала там по ходу объяснения. В чем же преимущество, я думаю, вы понимаете, то, что когда мы рисуем, мы гораздо лучше, во-первых, все это понимаем, как устроено. И мы гораздо лучше все это запоминаем. Потом, просто когда вы будете вспоминать, вы будете вспоминать именно тот рисунок, который вы рисовали. Вы будете вспоминать именно вот эту страницу своей тетрадки. И вот эти все свои обозначения. Поверьте, так гораздо-гораздо легче и удобнее. Вот там какие-то я свои рисунки показала. Итак, следующее. То, что я вам хочу сказать. Совет. Это раскрашивать. Раскрашивайте, выделяйте цветными маркерами, фломастерами, карандашами. Все как можно ярче. Потому что, опять-таки, вы так легче запомните. И вам будет легче ориентироваться в дальнейшем своих конспектах. Но не всем людям нравится рисовать от руки. Кому-то это не нравится. Это будет очень долго, нудно. И вообще, зачем вам это надо? Что делать в таких случаях? Вы можете просто распечатать готовые картинки в интернете и просто самим подписывать. У меня вот здесь, допустим, написано циферками. Ну, это вообще преподавательница давала. Но вот легче просто даже, я думаю, реально распечатать, допустим, какие-нибудь рисунки из атласа, а потом самим все это подписать. И так будет гораздо удобнее. То есть, вы не будете тратить время на рисование. Но мне, допустим, нравится рисовать. Поэтому я, как бы, делаю все от руки. Следующий. Мы объединяем первый пункт и второй пункт. То есть, мы рисуем все схемами. От каждого что-то там идет, какое-то ветвление и так далее. И добавляем туда иллюстрации. Допустим, смотрите, портоковальный анастомост, там прямая кишка. Я нарисовала все схемами. Тут все идет как бы сплошным текстом и стрелочками. Но вот рядом я нарисовала вот здесь вот самую прямую кишку и обозначила цифрками. Просто в дальнейшем, когда вы будете смотреть на свой конспект, вы можете посмотреть именно на картинку. И, допустим, вот цифра 1. И вы как бы такой, а что же такое цифра 1? Цифра 3. Просто у себя в голове как бы проверяете свои знания. И, опять-таки, по картинке вам гораздо легче будет в дальнейшем вспоминать. Таким же образом, там, допустим... Ну, окей, тут нету никаких интеллект-карт. Тут просто рисунки, картинки и так далее. Вот еще один пример кровеносной системы. Смотрите, у нас самое главное – это капилляры. Потом я делала ветвление. Какие бывают? Три типа соматические, финистрированные и синусоидные. И под каждым из этих пунктов я нарисовала картинку, написала, что это все значит. И какие-то там кратенькие характеристики, не характеристики, я здесь написала просто, где это все встречается. Таким же образом, допустим, там, черепно-мозговые нервы. Например, допустим, пятый тройничный нерв, вот я разделила там на три его главные ветви. А потом от каждой ветви еще у нас идет ответвление. Но, смотрите, я нарисовала иннервацию вот такими вот смешными картинками. Они смешные и они запоминаются тем самым. И что я говорила насчет цветов? Смотрите, я обозначила для себя то, что вот если это какая-то чувствительная иннервация, то это будет синего цвета. Если это двигательная, то красного цвета. Вот. Вы можете сами себе придумать, какой цвет что значит. И все время, так скажем, придерживаться вот этого. В дальнейшем просто вам реально будет легче ориентироваться. Еще один пример. Допустим, нервосоциализм. Тоже какие-то ветвения. Смотрите, двигательный ветвь, я не знаю, нам именно показывали так на презентациях. То, что мы как бы ставим вот так вот. И тут его ветви там темпорали, зигоматика, сбукались и так далее. Я это просто нарисовала себе. Видите, какая рука кривая, некрасивая. Все это очень странно смотрится. Но я когда вспоминаю там двигательные ветви седьмого нерва, я именно вспоминаю вот эту картинку. Мне так легче. И еще один пример. Допустим, это сплетения какие-то. Сначала я все написала текстом. Но далее я их еще и нарисовала. Допустим, вот оно, шейное сплетение. Ой-ой-ой. Так-так-так. Допустим, вот оно, шейное сплетение. То есть у меня есть все это структурировано, так скажем, написано в текстовом варианте. А также есть еще картиночка. Но когда я буду далее возвращаться к этому конспекту, если мне на старших курсах понадобится, то я буду всегда смотреть на эту картинку. И по идее я должна все понимать. Но насчет вот этих черепно-мозговых нервов, что бы я могла сказать? Я оформила все вот так вот. Но я бы вам еще советовала делать вот так вот. Это просто, конечно, картинка, там, презентация или с интернета. Но вы можете его либо себе распечатать и самим все обозначить. Либо просто, знаете, можно хотя бы повыделять вот эти тексты маркерами. Либо же вы можете сами себе все это перерисовать. Так вы запомните точно. И на самом деле, я думаю, что вот эти нервы, их именно лучше вот так вот рисовать. Потому что так бы гораздо лучше визуально понимать, где все это проходит и так далее. Итак, подытожим все вышесказанное. То есть, самое первое, это у нас интеллект-карта. Мы пишем какую-то главную тему. Далее от нее идут какие-то ветвления, потом еще какие-то ветвления. Второе, это картинки, иллюстрации. Максимально рисуем все, что можно. Смешно, красиво, непонятно, но так вам лучше запомниться 100%. И третий совет, который я даю, это максимально делать конспекты яркими и цветными. То есть, раскрашивать. На этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях.